Скажите, пожалуйста, как вы познакомились с Гребенщиковым и как давно это было? Я бы здесь разделил Бориса Гребенщикова и Борю Гребенщикову, потому что они для меня в одно целое как-то не вполне соединяются, что, впрочем, часто бывает, когда ты имеешь дело с человеком искусства. У меня всегда было ощущение, что всякий настоящий человек искусства, когда он пишет музыку или сочиняет книги или снимает фильмы, он как бы попадает в другое измерение, переключает регистр. Даже если ты с ним близко знаком, ты в этом качестве перестаешь его узнавать, он превращается немножко в иное существо. Надо сказать, что у Гребенщикова вот эта самая граница между Гребенщиковым художником и Гребенщиковым человеком минимальная. Пожалуй. И тем не менее, значит, Бориса Гребенщикова я, как и большинство людей моего поколения, знаю много-много лет. Я очень хорошо помню такую большую роль. Он и группа «Аквариум» выполняла тогда, в 80-е годы, когда для всех до нас это было очень-очень важно. Сейчас времена изменились, и я не могу себе представить, чтобы сейчас вот на фоне такого всеобщего торжества массовой культуры и попсы в музыке, какая-то непопсовая музыка имела бы особенные общественные значения. Да, наверное, это и правильно. Есть время собирать камни, время разбрасывать камни. Мне в Гребенщикове в высшей степени нравится то, что он слушает не толпу, а прислушивается к какому-то внутреннему собственному голосу, который зовет его туда, куда ему нужно. Самое тяжелое искушение для человека, добившегося огромного признания у публики, это до бесконечности тиражировать какие-то успешные ходы. Я думаю, что Гребенщиков мог бы без остановки еще написать 150 раз про звезду Аделаиду и про серебро Господу моего, но и все были бы довольны, но он этого не делает, он проходит какой-то свой путь, это единственный возможный путь в искусстве, путь проб и ошибок, где ничего не гарантировано, где ты можешь в любой момент, выражаясь языком вульгарным, облажаться, но без этого ощущения, без этого ощущения вот ходьбы по канату ничего путного не получится. Кроме того, у Бориса Гребенщикова есть еще одно драгоценное качество – облагораживать все, к чему он прикасается. Делать жизнь и ее разные стороны и события не ниже, чем они есть на самом деле, это мы видим сплошь и рядом, а делать их выше, делать их значительнее. Для меня самый наглядный пример был, когда я, ну вот просто, что называется, наспор, когда мы об этом говорили, попросил его исполнить Михалковский гимн. Он подумал немножко и исполнил его в манере Вертинского, так, что и текст, и музыка приобрели какое-то изящество и благородство. Я, например, Гребенщиков единственный из известных мне исполнителей, который может петь Акуджаву, поднимая его еще на какой-то более высокий уровень, на более высокий градус, потому что Акуджава для своего времени тоже был таким вот медиумом, который облагораживал послость и скуку вот этой самой советской жизни 60-х годов. Поэтому, ну, мне кажется, что Гребенщиков сегодня по-другому, не так, как 80-е годы, все равно очень, ну, важная фигура в нашем современном культурном ландшафте. Я люблю общаться с людьми, у которых я могу чему-то научиться. Ну, правда, должен сказать, что, наверное, чему-то научиться можно у каждого человека, надо просто уметь учиться. В случае с Борей его можно особенно не уметь. Он и так, с годами уж особенно становится все больше похож на такого на сенсея. Я у Боря учусь тому, чего мне, например, не хватает самому. А отсутствию, например, какой-то вот мелкой суетливости, да, опять-таки, ну, вот такому правильному отношению к жизни, внутреннему спокойствию. Может быть, я это себе и придумываю, да, но во всяком случае со стороны Боря воспринимается именно так. Его поклонники и почитатели его таланта находят тайный смысл в каждой его строчке, в каждом слое, в каждой букве, во всем, что он произносит и во всем, что он исполняет. Скажите, вы тоже видите тайный глубокий смысл в его песнях или все гораздо проще? Я не знаю. Мое отношение ко всем видам искусства, кроме, впрочем, литературы, да, которые я занимаюсь профессионально, вполне такое дилетантское. И для меня существует только один критерий для меня персонально. Для меня это что-то значит или нет? Для меня персонально это звучит или нет? Бичаков написал огромное количество песен, да. Многие из них я, допустим, ну, не слышу. Они проходят мимо меня или они написаны не для меня. Но у него вполне достаточное количество таких произведений, да, которые для меня попадают в цель. В десятку или в девятку. И там для меня все правильно. Я не пытаюсь выискивать там никаких глубинных смыслов, да и я думаю, что это не нужно. Или, может быть, это мне не нужно. Потому что я не могу разделить на составляющие в данном случае текст, мелодию и голос. Песня, она на то и песня, чтобы эти три компонента, так сказать, были в гармонии. Как вы относитесь к тому, что Гребенщиков уже достаточно долгое время на концертах не поют песни, которые его просят спеть зрители? Вот, например, «Город золотой». Тут очень важно соблюсти правильный баланс. Мне эта тема хорошо, что называется, знакома. Правильный баланс между тем, что нужно тебе, и тем, что нужно зрителю или читателю и так далее. Вот, если ты пересечешь эту черту и слишком передвинешься в сторону зрителя, да, ты превратишься в попсовика-затейника. Если ты слишком будешь думать о себе и забудешь о зрителе, о публике, то ты меняешь жанр, ты превращаешься в такого, ну, хорошо, скажем, в кавку, в такого, да, который пишет исключительно для себя. Ну, хорошо, пиши для себя, но тогда не рассчитывай на то, что будут люди ходить к тебе на концерт, будут тебя слушать. И потом в случае Гребенщикова это будет, как мне кажется, своего рода предательством огромного количества людей, которые его любят и которые ждут от него продолжения. Вот он, я с большим интересом наблюдаю за тем, как он балансирует на этой границе. Чаще в последнее время оказывается, так сказать, вот с той стороны, которая повернута к себе, а не к публике. Но, мне кажется, он все делает для того, чтобы продолжать оставаться, так сказать, ну, понятным.